Друзья, всем привет! Я только проснулся и сразу сел апать своего твинка. Мы вчера на стриме не апнули восьмую арену, а значит все уже пошло не по плану. Сегодня я вообще собирался уже девятую арену прокачивать, но пока что надо взять восьмую. Там, возможно, будет новая легендарка. И я думаю, что вот с восьмой арены уже практически все карты с моей колоды, которую мы запланировали. Мы запланировали, напоминаю, колоду с королевским гигантом. Вот, и практически все карты уже будут с восьмой арены доступны. И я думаю, что можно уже будет скоро готовить выпуск по открытию сундуков. Но я пока не знаю, сомневаюсь, сколько гемов донатить и какое делать открытие. Но я знаю, что вы любите классные открытия, поэтому давайте сделаем так. Сколько лайков этот ролик соберет? Столько гемов и задоначу. Соберет 10, вот 10 тысяч задоначу. Соберет 20, 20 тысяч задоначу. 50 соберет? 50 задоначу 100, 100 миллион, но миллион вы не соберете. Вот, ну, вот так вот, да? Чем больше лайков, тем больше гемов я закину. Поэтому постарайтесь, максимально выжмите, вот сколько сможете. Возможно, даже несколько выпусков будем собирать лайки, чтобы я вот, ну, сразу такое классное открытие сделал. Если соберете на этом дохилище лайков, ну, в ближайшие дни, возможно, в течение недели, либо на выходных, я не знаю, я сделаю классное открытие. Поэтому, ребята, лайки. Вот, чем больше лайков, тем больше гемов. Колода вот такая вот. Я выбил кладбище, если не был кто на стриме, да? Или... А, я же кладбище выбил на видос. Я уже запутался, сорян. Ну, если кто не смотрел предыдущий ролик, к примеру, да? Вот, с легендаркой, да, чуть попроще. Ну, поехали. Мне надо три каточки сыграть. И уже восьмая арена. Слушайте, ну, неплохо. Пока что, вроде, быстренько мы прокачиваемся, быстро апаем арены. Относительно быстро, да? Вот, буквально несколько... Ну, недельку назад я был еще на первой арене. Вот уже восьмая. Там я за горами и девятая, и десятая. Ну, и с десятой арены уже будет путь до 3800. Там уже самое такое интересное начнется. Так, ну, давайте принца. Так, вот тут 100% будем яд использовать. И еще, я думаю, разряд накинуть, чтобы 100% яд забрал мага и забрал мегаминьона. Принца мы задефали стражами. Кстати, выбил стража тоже недавно. По-моему, не помню, с какого сундука. Вот, и я взял их вместо армии скелетов. Во-первых, стражи по уровню выше. Во-вторых, мне кажется, они эффективнее, чем армия скелетов. Они не убиваются бревном, не убиваются разрядом, как это с армией скелетов. Так, окей, ставим пеку. Голема. Я, конечно, мог бы сейчас с кладбищем опять, но я думаю, что это будет неправильно. Так, все, забрасываем ведьму и пеку. Я думаю, что сейчас мы спокойненько задефаемся. Так, 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 это что, рыцарь? Что он задумал? Просто я всегда волнуюсь, когда играю против голема. Потому что знаю, на что он способен. Так, давайте стражи сюда. Надеюсь, что ведьма с пекой не будут безразличны. И помогут стражам дефаться. Понятно, понял, принял. Еще и с разгона. Вот надо было ему нанести с разгона урон. Так, забрасываем поизон. Здесь используем фриз. И, по-моему, мы ему сметаем две вышки сразу. Я думаю, что он этого не ожидал. Ой-ой-ой, вы видели, как на себя принял урон рыцарь? Просто молодец, настоящий мужчина. Защитил принцессу. Ну, правда, там уже последняя тычка от пеки. И в наши отношения влазит рыцарь. Ладно. Тут, естественно, ставим пеку. Оп. Ха, думал, что дойдешь, да? А нет. Так, 300 хп осталось на вышке. Не, 400. Округлим до 400. Окей. Я знаю, что у него есть поизон. Поэтому ведьму чуть-чуть подальше. Мне кажется, что этот парень что-то доумеет. Так. А кто мне скажет, что я делаю? Так, здесь фриз. Никто мне не скажет, что я делаю? Да, а кто мне скажет? Я не знаю, кто мне скажет. Я пытаюсь снести три короны. Зачем? Почему? Для чего? Я могу снести вторую... Я бы уже вторую вышку снес, если бы вот это не барагозил. По-моему, я уже так проиграл один раз, когда пошел на три короны с фризом и кладбищем. Помните, да? Гиганту. Хотя, опять же, я там уже должен был выиграть. 200 хп. Ну, вы знаете, я такой... Такой вот... Ну, хочу сразу две вышки. Вот. Ну, джадный я, блин. Ну, джадный. Давайте. Фриз. И какая быстрее вышка снесется? Ну, конечно же, башня с принцессой, а не башня короля. Но, тем не менее, это победа. Не важно, сколько корон. Плюс 30 кубков. И осталось 50 трофеев. Сразу переносимся во второй поединок. Поехали. Так. Следующая онлайн-каточка против восьмого уровня. Восьмого уровня игрока. Предыдущий, по-моему, тоже был восьмой. Вот. Ну, я не почувствовал его вообще абсолютно. Вот с легендарками. Да, это уже поброще. Итак, на нас мчится Валькирия с Хогом. Я думаю, что этот персонаж тоже шарит играть. Опа. И смотрите, да, он делает все правильно. Он выбрасывает шахтера на ведьму. Но, к сожалению, точнее, к счастью, ведьма затащила. Пламенный дракон. Неприятно. Неприятно, но хорошо, что он сагрился на скил... Ой-ой-ой, а что у меня на разряд-то не хватило эликсира? Ну, как-то он странно переагрился на пеку. Ну, я, по идее, думал, что это будет... Ну, долго он будет так скелетиков мочить. Но, смотрите, вышку мы снесли. Видимо, не был готов оппонент к кладбищу. У нас еще есть заморозка. У нас много дефа. В принципе, мне нравится эта колода, знаете. И я хочу с ней продолжить играть. Хотя в скором времени, я думаю, что надо собирать свою деку, которую я запланировал. Ну, я думаю, что мы осилим его на три короны. Потому что что-то застыл наш соперник. Мне кажется, он понял, что больше сопротивляться ему смысла нет. Поэтому, скорее всего, это победа на три короны. Вот мы преодолели еще одного соперника. Осталась нам последняя каточка, наверное, да? Плюс 29 кубков. И мы находимся с вами на новой арене, где я задоначу на новое спецпредложение. И мы снова получим новую легендарную карту на Хабиба. Поехали, друзья. Последняя каточка. Поддержите лайком, подписочкой, колокольчиком там. Всем-всем-всем. Мы одиночки 2. Хороший клан. Поехали. Девятый уровень против нас. Я шестой, напоминаю. Скоро, кстати, уже буду седьмой. Ставим подрыв... Опа! Сплит лучниц. Это уже намек на то, что пацаны знают, как играть. Наверное, смотрят Тиви Рояль, либо Ютубчик. Ну, потому что на седьмых аренах, на шестых, там не знают, что такое сплит. Но, к сожалению, не знают, как пользоваться заклинаниями. Активировано было главное здание. Хотя, возможно, это арбалет, и ему все равно будет активировано главное здание или нет. Я не понимаю, что я на эту сторону пошел, а не на другую. Потому что... А, отлично. Так, ну я не буду фризить. Смысла в этом никакого нет. Ставим сюда вот так вот пеку. Так, остается 900 хп. Без фриза. Без фриза. Так. Ведьму, наверное, я погорячился. Ведьма моя не так хорошо прокачана, чтобы сразу сносить миньонов. Надо было забивать. Надо было забивать на это все телегу и просто не дефаться. Ну, ладно. Раз уж выбросил ведьму, сейчас будем продолжать какую-то атаку. Хотя, не с чем. Не с чем. Можно было бы рискнуть фриз, но бессмысленно. Вдруг он выбросит валькирию, да? Ну, или вот колдуна, как в данном случае. Так, мы здесь вот так вот с под тышка выкинем подрывника. Надеюсь, колдун будет задефан. Так, прекрасно. Ну и смотрите. Я думаю, что слева не будем добивать. Справа... Ой. С кладбищем вообще надо всегда вот так вот экспериментировать с вышками. И постоянно менять стороны. Не обязательно сносить вышку до конца. Потому что тем самым мы активируем главное здание, что не есть хорошо для кладбища. Жду валькирию и накрываю это все фризом. Очень странно, да? Что так мало скеретиков выжило. Ну да ладно. Все равно урон прекрасный. Прекрасный прошел урон. Даже больше, чем слева нанесли. Но тут еще был у нас использован фриз. Мой нелюбимый дракон. Я его не люблю. Нелюбимый дракон. Я думаю, что тут еще разряд надо подкинуть. Иначе валькирия будет нам мешать. Так. Какую вышку будем сносить? Да я думаю, с той стороны, где атакует наш оппонент. Тут нам понадобится, наверное, подрывник. Вот так вот. Жертвуем подрывником. Так, прекрасно. Опа, а вот и гигант. Замечательная игра. Гигант с мостика, когда все юниты уже были выпущены. Тут нам, естественно, придется использовать яд. Используем вот здесь ведьму. У нас есть разряд на инферно. Здесь используем кладбище. Я думаю, что за левую вышку я не успею с ним сразиться. Но так, там валькирия, да? Просто фризим. Слушайте, а я еще вышку не забрал. Ух ты. А я вышку не забрал-то, да? Поэтому, ребят, сейчас напряженный момент будет. Ставим пеку. Ставим пеку. Здесь используем разряд. Здесь бомбер. Ой-ой-ой. Пеки, конечно, сейчас не сладко. Ой, не сладко, пеки. Ой, не сладко. Сколько сплэша. Просто жесть. Невыносимо дефать, когда много сплэша. Очень, ну его очень много прям. Смотрите, валькирия, колдун, дракон. У меня сейчас эликсир закончился, друзья. Я не знаю, как дефать. Не знаю, правда. Очень жестко. Очень жестко. Так, молния. Окей, здесь ставим пеку. Фух. Осталось 543 хп на его вышке. Осталось закинуть кладбище и фриз. Просто кладбище и фриз. Поехали. Кладбище. И давай. Орду Миндионов или что там у тебя? Давай, быстрее. Быстрее давай. Давай, 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 давай. Фриз. Фриз. Все. И поизон. Поизон. Давай. Фух. У парня полностью колода состоит из... Ну, не полностью, ладно. Ну, много. Много сплэш урона. Все, стой. Все. Новая арена. Новая арена, друзья. Но, блин, а где новая легендарка? Я не понял. А где магазин? Блин. Облом. Зато мы вот можем 100% лего получить с легендарного сундука короля. Но у нас пока что нету гемов. Что у нас тут еще? Эпический сундук я открывал на прошлой арене. Так, и что тут у нас получается? 4-6 элика. Да, много сплэша. Хотя, 3-3 карты сплэш урона у меня так же практически. Да, бомбер, ведьма. А, ну и все. Заклинание не считается. В общем, ребят, вот как-то так. Две каточки, да, по-моему, я сыграл. Мне не изменяет память. Только я не пойму, а где спецпредложение? Оно, наверное, появится после 12 ночи, да? То есть в полночь. Потому что... А я не знаю почему. Вроде как на новую арену заходишь, всегда новое спецпредложение. Мне очень жаль. Так бы я задонатил на видос. Но вы в любом случае подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик. Ну и дождитесь, дождитесь, когда мне появится спецпредложение. Я, естественно, засниму видосик. Что там выбью, вы узнаете. Ну и продолжаю апать, ребят. Это я не остановлюсь. Я думаю, что 9-я арена уже будет буквально завтра. Возможно, даже сегодня. 10-я тоже будет уже буквально на днях. Поэтому подписывайтесь, следите за развитием этого аккаунта. Спасибо вам за просмотр. Увидимся. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok